Динамо Благодаря ваших телекомментаторы Александр Гамбург и Антон Пахиляк объявляем составы играющих команд для всех тех, кто к нам только что присоединился. Начнем с нашей команды, с Тверской Волги, тем более, что вот так смотрим мы на вышедших на поле игроков. Вроде бы нет замены в нашей команде. Нет, по-моему, я не видел вас. Несмотря на то, что пока что мы уступаем в счете, но пока что Виктор Демидов решил и второй тайм начать тем же составом, которым он начинал матч. Итак, в воротах. 37 номер Петр Устинов в обороне, второй номер Андрей Чиванов, четвертый Иван Резвих и шестой Александр Пшеничников. Полузащитники, по крайней мере номинальные, которые заявлены как полузащитники. Седьмой номер Александр Кабанов, восьмой Сергей Хмутов, капитан команды, десятый Алексей Антоников, двадцатый Дмитрий Чернухин, двадцать первый Михаил Смирнов и тридцать четвертый Андрей Лашин в нападении номер девятнадцать Эрик Корчагин. Состав футбольного клуба «Динамо Вологда». Первый номер голкипер Антон Арсеньев, номер два защитники Эдуард Гикаев, номер девятнадцать Николай Шестаков, двадцать третий номер Константин Лозбенев, двадцать четвертый Алексей Авдеев. Полузащитники Илья Чижиков, номер шестой, Ярослав Канавченко, номер семь, Владимир Узойкин, автор голевой передачи, номер семнадцать и номер восемнадцать Максим Рязанцев. И двое нападающих в составе сегодняшних гостей. Это Алексей Желатин, номер двадцать и Артем Колесниченко, номер десять. 1-0 после первого тайма введут футболисты «Вологда». Мяч на сорок пятой минуте забил защитник команды Николай Шестаков. Главный тренер команд Виктор Демидов, футбольный клуб «Волга» и Алексей Галкин, футбольный клуб «Динамо Вологда». Ну что же, нашим футболистам нужно идти вперед, нужно забивать, нужно отыгрываться. Вот первая атака нашей команды «Адриал Ашин». Он с мячом на своем фланге снова пытается накрутить защитников, но оставляет мяч подача. Подача никто не добирается, домечает наших футболистов. Чернухин подавал двадцатый номер. Еще одна атака не получается пока что. Снова на фланг на Чернухина. Я просто очень боюсь, что футболисты «Вологда» сейчас во втором тайме просто костьми лягут у своей штрафной и не будут вообще давать. Включат просто итальянский футбол, встанут у себя в штрафной и не будут. Это начал. Да, вот и говорится. Подача, побороться. Оп! Что там Сергей Хмутов остался лежать? Надо выбить мяч, да, так и делает Антон Арсеньев. Вот посмотрим на повторе, что там у него. Вот это не было. Ну, боролись за мяч, в принципе, никто не хвалил. Кажется, в поясницу досталось нашему капитану. Антон, я вот знаешь, что у тебя спрошу. Интересное наблюдение такое, мне это кажется или это действительно, или это какой-то мираж, может быть. У футболистов «Динамо» номера сзади написаны очень мелко. То есть, ну, как-то в верхней части футболки, а вот, например, у нас они как бы на всю спину, да, видно прекрасно. А вот у футболистов «Динамо» я как бы не могу разглядеть все номера. Хитрость, чтобы судьи не увидели. Чтобы я не увидел хитрость. Да, так же мы немножко сначала не разобрались, кто гол забил, да? Показалось нам, что сначала 10 номер это Артем Колесниченко был, а оказалось, что это номер 19, это Николай Штаков. Я, знаешь, посмотря как раз в перерыве их статистику, их, так сказать, телосложение, я узнал, что они оба ровесники, да, вот мы сравнивали с тобой. Так что мы, если бы даже что-то там перепутали, могли перепутать, то это далеко не грех. Потому что им обоим по 25 лет, у них одинаковый рост по 187 сантиметров, и, ну, Артем Колесниченко, видимо, чуть-чуть побольше ест у него, на 3 килограмма побольше веса, 83 против 80. Он хочет заканчивать тренировку и раньше приходить на обед или на ужин. Возможно. А вот, возможно, что автор забитого мяча Николай Шестаков просто побольше кругов бегает вокруг поля. Поэтому и забивает. Поэтому и забивает. В отличие от нападающего своего. Давай не будем, а то сейчас заглазим еще. Да, забивать пока в втором тайме должны теперь наши нападающие пока что. Номинальный нападающий, точнее, у нас только один, Олег Корчагин. Ну, зато лучше бомбардир, как мы уже отмечали несколько раз, Алексей Антоников, полузащитник, наша десятка. Фанаты нашего клуба продолжают поддерживать свою команду, размакивая черно-синими флагами. Ван Резвик, чтобы у него, кажется, не совсем в порядке с здоровьем. Но будем надеяться, что ничего ему не будет мешать и нанесет он свой вклад в, как мы надеемся, победу еще пока что нашего клуба. Ну, для начала нам хотя бы счет сравнивать надо. Интересная статистика. У нас полузащита забивает больше, чем нападение у нашего футбольного клуба. Вот у нас второй бомбардир в команде, например, это Андрей Орлашин. Он забил 8 мячей. А вот, например, наши нападающие, да, Эрик Корчагин забил 6 голов. Возможно, замена будущая в сегодняшнем матче Дмитрий Белов, еще одна, еще один любимец Тверской Торсиды, отличился всего лишь только 3 раза в этом чемпионе 32 матча. Он ходит не так часто на поле все-таки. Да, я с тобой соглашусь. В стартовом составе-то уж не помню, что он там раз. Выходил в стартовом составе или нет. Да, я тебе могу даже сказать точно, он всего лишь из 32 матча, только 6 начал в стартовом составе и 25 раз выходил на замену. Вот так вот, да. Привратился в такого игрока скамейки, ну, будем надеяться, что все-таки, может быть, выйдет он сегодня и принесет нашей команде хотя бы-хотя бы очко. Борьба в штрафной площади, она выбит-выбит мяч вологодскими футболистами. Снова-снова Александру Пшеничникову приходится начинать атаку. Заброс он вперед, на фланг, это Иван Резвих, он у нас мячом, в общем-то и даже, ну, хотя бы аут, хотя бы аут. Заброс он вперед, вот повтор момента здесь. Антонникова плотно держит, ну, еще бы. Выбивает мяч. Статистика встреч команд в сезоне, в нынешнем. Два раза встречались футболисты Твери и Вологды. В первом матче гостевом, сейчас посмотрим вот эту атаку, нет, нет, не сумел. Откатить мяч под удар по защитнику Тверичей. И вот мяч сейчас на нашей половине поля. Защитник за ним возвращается, и я думаю, начнется еще одна атака. Так вот, в Вологде футбольный клуб Волга сыграл с Динамо нулевую ничью, а у себя на поле разгромил соперника в матче второго круга со счетом 3-0. Вот, поэтому первый мяч, который мы сегодня пропустили от Волокжан, является первым вообще пропущенным от них в этом сезоне. Да, более того, в четырех играх этого года, 2012 года, все первые таймы нашей команды заканчивались одинаковым счетом 0-0. То есть не пропускали, не забивали. Вот, пока что забить не смогли, но, к сожалению, не пропустили. Но будем надеяться, что, как и это часто бывает, у Волги второй тайм получится намного удачнее первого. Очень хочется вообще просто забитого мяча, потому что у нас была ничья с Сатурном 0-0. Было поражение от Знамя Труда 0-1. И вот сейчас снова 0-1. Соответственно, сколько у нас получается уже? Более 200 минут без забитого мяча. Две с половиной игры мы не забиваем. Очень хочется, чтобы наши нападающие, полузащитники, да неважно, кто, футболисты Волги, исправили эту досадную оплошность. Хоть Петр Рустин. Ты, конечно, порадовайся. Да, кстати говоря, когда-нибудь сейчас пройдет атака. Ну и пока наши готовятся подавать угловой, я спрошу, ты когда-нибудь видел вживую, как вратарь сбивает гол? Да, видел. Ну, и что касается, там, ну, часто же вратари приходят на стандартное положение уже в добавленное время, когда нужно отыгрываться. Когда нужно сравнивать, что-то там, выигрывать, например. Вот. Давай посмотрим угловой удар. Навес Хомутова. Опа. Снова, снова гренадеры из Вологды опережают наших, выигрывают наших футболистов весь воздух. А вот сейчас уже мы выиграли. Ну-ка, пробить. Скидка. Ура. Арлашин не отхитрее, хитрее под удар. Кабанов, Кабанов попробовал пробить. Еще надо бить. Удар Смирнова. Ох, как опасно. Очень опасно. И рядом со штангой проходит мяч. Вот посмотрим повтор. Все-таки стоялся удар до ворот. Удар дошедший до ворот. Андрей Арлашин не стал бить, да. Он обманул всех. Ну вот уже сначала еще Кабанов бил, но его удар заблокировали. И все-таки потом Михаил Смирнов уже такой на точность пытался исполнить. Щечки в правый угол, но немножко не попал. Ну и там, по-моему, все-таки вратарь контролировал поет мяча. Даже если мяч пошел в угол, то, наверное, он бы его отразил, но их даже поймал. Вот всегда не понимал болельщиков. Нет, ну фанатов можно понять, которые фактически весь матч проводят спиной к полю. То есть вот сейчас показали наших фанатов, да, вот там барабанщик. Интересно, он футбол-то смотрит или он исключительно барабанит? Нет, у него тоже такая почетная, довольно важная миссия заводить фанатскую трибуну барабанами. Может быть, он жертвует собственные просмотры футбола поддержкой на благо команды. Я бы так не смог. Мне надо именно вот смотреть, болеть. Ну, может быть, он приглашенный и не так любит футбол. То есть ты хочешь сказать, что он барабанщик какой-нибудь тверской рок-группы, например? Да. Не знаю. Может быть, может быть. Все возможно. Борьба за мяч, тебе там на фланге. Валакжане, а так вот разряжающие передачи и доберется до нее, видимо, это седьмой номер. Это Ярослав Канавченко доходит на доворотовом удар. Опасно, опасно было сейчас. Как, как так далее пройти-то по левому флангу? Ну, контратаку хорошую проявили вологодские футболисты. Удар состоялся. Позиция-то была убойная, можно сказать. На нашу счастье не попал Канавченко по воротам. Чернукин находит передачи Сергея Хомутова, но дальнейшие действия уже к успеху не привели. Немного печально смотрится дальняя трибуна от нас. Ни одного зрителя там нету. Вообще вот просто ноль. Будем надеяться, что теплая погода, будущие матчи, выходные дни обязательно приведут на трибуны Химика больше болельщиков. Друзья, обязательно посещайте матчи нашего футбольного клуба. Это очень важно, особенно в концовке сезона, как бывший футболист молодежного состава, ну не молодежного состава, я даже можно сказать, юниорской команды. Очень желаю, чтобы поддержка была у нашего коллектива, она очень-очень важна футбольному клубу. Каждому и молодым, и юным, и вот уже взрослому профессиональному составу. Показали нам сейчас разминающегося Дмитрия Белова. Не время ли подумать о заменах, или рано еще? Ну, впрочем, 56-57 даже уже минута. Я думаю, знаешь, минут через 10, через 10 начнет менять своих футболистов Виктор Демидов. Ну, пока, честно сказать, опасных моментов, да, вот особо. Михаил Смирнов и тут же такой яркий ответ в исполнении нападающего гостей, который, к счастью, не закончился результативным действием. Да, возможно, что даже рановато шашки наголо так нести вперед. По всему атаку, пока что нужно и за своими воротами присматривать, не допускать контратак влагозской команды. Тем более, что одна из них вот состоящаяся только что показала нам, что умеют они контратаковать и могут уколоть еще раз наших футболистов. Дает играть. Кабанов, еще один заброс далекий вперед, но до Орлашина меч не дошел. Кто может выйти у нас на замену? Ну, Антон, как ты считаешь? Я думаю, что обязательно традиционная замена будет в концовке матча. Выйдет Арслан Айдемиров на поле. Посмотрим в концовке, может быть, даже раньше. Арслан, я думаю, как раз один из тех, кто способен усилить и неплохо усилить игру. Добавить и мысли точного паса. Арслан за свой уже почти год проведенный в Волге. Долго он играл в Вышневолочке, Заволочке, Нарад Кмиры в прошлом году. Обменялись наши клубы Верхневолочками игроками. И к нам... Владимиров, удар! Орлашин, в ближний угол выстрел. И в створ, в ближний угол попал, по-моему, да? Сейчас посмотрим. Да, мяч, по-моему, ушел в ближний угол точно. Отскоку матч Санг, я думаю, залетел вон в ворота, но голкипер... ...гостей справился с этим ударом. Трое нападающих у нас в замене. Это Дмитрий Белов, ветеран команды, и молодые... Отбили. Мы сейчас еще посмотрим. Выиграли вверх, вперед! Нет, нет, я все. Хочу выдать желаемость действительное. Я в сайт. Офсайт зафиксировали. Низенький Андрей Орлашин выиграл мяч головой и потом... Не знаю, мне кажется, знаешь, я вот смотрю на действия голкипера гостей. Я просто сам бывший вратарь, так сказать. Я тоже поигрывал. Ооо. Как чаще в воротах, чем в поле, тем более в нападении. Не знаю, конечно, их профессиональная карьера сложилась лучше, чем моя, но, тем не менее, как-то вот нелогичные или какие-то нервозные действия я не разучился замечать. Вот, мне кажется. И вот замена, замена. Сейчас я вижу, что все-таки готовится кто-то из наших футболистов пока что. Не вижу, кто напередевается там. Наш игрок. Это, по-моему, Дима Белов. По-моему, он. Ну вот пошли. Традиционная замена. Да, пошли нападающие. Традиционный выход на замену Дмитрия Белова. Как в целом, это все оправдано. Да, Дмитрий Белов на поле появится. Ну, кого-то из полузащитников у нас в составе сегодня много. Целых шестер, ну, по крайней мере, если брать номинальный полузащитников. О, карточку получил. Узойкин, да. Володя Узойкин. Бывший футболист Волги получает карточку в составе гостей. Интересно, жалко, что не дают, да, арбитры карточки за то, что вот бывший футболист приезжает играть. Ты можешь себе представить? Я даже не знаю. Я представляю, сколько бы тогда Фигуну получал карточек на No Camp. Ты что, это да. Он бы матч бы тогда, наверное, не начал. Еще бы в атрибутном помещении не получал бы. Предлагаешь отправить Блаттеру новый свод правил? Ну, все-таки, честно говоря, не вижу я в этом никакого смысла. Это, на самом деле, добавляет драйва такого, нервы игры. За ней интереснее наблюдать за действиями игрока, за тем, как реагируют на его удачные или неудачные действия. Болельщики свистят они, или уж наоборот, может быть, даже поддерживают. Ух, какой удар. Ударенный удар. Это как в регби. Даже не в регби. В американском футболе, наверное, пальнул куда-то туда вверх. Ну, Адмитрий Белов вместо Михаила Смирнова появится на поле. Да, все-таки, ну, трое у нас было центральных полузащитников. И раз мы проигрываем 0-1, то нужно усилять атаку. Конечно же, было, ну, довольно-таки очевидно, что вместо кого-то из них появится Ленинский Белов. Александр Кабанов неплохо действует в этом матче, Сергей Хмутов, ну, как-то не заменишь, по крайней мере, ну, на 62-й минуте уж точно, да, как капитана. Значит, Михаил Смирнов игрок такой более оборонительный из всех, из всей вот этой троицы вышеназванной. Ну, что замена, в принципе, логична и понятна. Итак, двое номинальных нападающих у нас теперь стало. Что же, обостряет, обостряет игру Виктор Демидов. И еще два нападающих есть в запасе. Это молодые Александр Ерисеевенок и Александр Белевский. Одному 22-му 21. Ну, не знаю, можно, можно выпустить в концовке, но в зависимости от, в зависимости от того, как будет складываться сегодняшний матч. Пока же, напомню, на 62-й минуте мы уступаем со счетом 0-1. Пока что у нас опытные нападающие на поле, точнее. Посмотрим, появится ли кто-либо хотя бы из более молодых их коллег. Вынос. Они просто перейдут от своих ворот. Но наша команда попросит, но потеряет пределы, чтобы охраны, чтобы побыстрее, побыстрее начать новую атаку нашей команды. Через центр поля движется футболист с мячом. Пас направо. Вот там какой Алексей Антонников финт закладывает такой. Снова включение Ивана Резвиха. Снова финт закладывает. Проходит защитника. Но второй-второй все-таки не дал себя пройти и выдал мяч на угловой. Очередной угловой наша команда подаст. Вот очень бы хотелось сейчас посмотреть, как Иван Резвих проходил своего оппонента. Вроде как защитник, да, лезет вперед настырно там и очень достаточно больших успехов добивается. Но, к сожалению, пока не в этом матче. Подача с углового. И снова кулаками Галкипер выносит мяч ближе к краю штрафной. Тянухин здесь на баспаде будет навешивать. Вот так и есть. И борьба там за мяч. Не казался никого-то на дальней штанге, на углу вратарской, чтобы замкнуть мяч и послать его, ну, просто скажу, в пустые ворота. Зато из-за влаговской команды лежит на поле. По-моему, его прибил, собственно, Галкипер. Вполне возможно. Володя. Володя самый главный фанат. Футбольного клуба «Волга» прямо только что был на наших экранах. За ним ходит, вы знаете, словно какого-то волшебного героя, что ли. Это вот как, не знаю даже с кем сравнить. В испанском футболе, по-моему, есть бабушка, которая ходила на футбол в течение 35 лет, что ли, хотя она женщина. Ну, Володя у нас не женщина. В Англии таких предостаточно. Там бабулек и дедушек, которым уже чуть ли не с 90, они продолжают ходить в шарфах своих любимых команд и ходить на стадион. Таких там тоже довольно-таки много. Будем надеяться, что все в порядке будет с футболистом гостей. Артем Горисовиченко. Артем Горисовиченко, да. Даже несмотря на то, что команда гостевая, наши соперники, но очень хочется, чтобы обошлось без травм в этом матче. Еще один стандарт, еще одно стандартное положение около ворот, подача, на этот раз на дальнюю штангу, по-моему, мяч учит. Пытается побороться за мяч. Маленький, маленький Дмитрий Беллёв тут прорывается. Пас. Налево. Антоник уже здесь, уже на правом, на левом флаге оказался. Нет, это слишком удар получился. Мне кажется, такого кипера надо пробивать. Ну, пробивной ведь, Антон, ну согласись. Ну, посмотрим, будем надеяться, что еще оживется он все-таки, надеяться, на главе нашей команды. Надо перед ним просто более незначимой задачей ставить. Не надеяться, что он там где-то уронит мяч, там, не закирит его, а бить там, разыгрывать комбинацию, чтобы уже шансы по нему не осталось. Только Волга, только победа несется с грибун Химико. Но пока что, пока что нам нужно хотя бы один мяч забить, чтобы сравнивать что-то там уже и подумать о, действительно, на победе в этом матче. 50-6 минуты встречи, 0-1 наша команда проигрывает. По-моему, слышу я крики «Девушка!» Андрей Ролошенко боролся. Подача. Подает. Ну, очень сильно, ну и совсем. Не выпрыгивал, да, Алексей Антоников. Да, он невысокий. Ведь бы понимал, что бороться с таким гренозером в обороне. У Алексея роста всего 174 сантиметра, ну куда там, а против него 190-досантиметровый. Вот был бы, возможно, прострел все-таки. Футболист с фамилией. Честно говоря, не углядел я, какой номер там опять был. Очень, я говорю, очень мелко, мелко расположены как-то... Доргий Каев, 191 сантиметров у него роста. Вот про девушку я закончил. Только что была кричалка, да, вот это «Только Волга, только победа». По-моему, очень явно я слышал крики вот именно женские. Очень активно поддерживают девушки нашего города, футбольный клуб. Огромное спасибо им за это. Очень приятно, вы знаете, видеть их на трибунах нашего химика. Очень приятно, что девушки любят футбол. И вот, знаешь, на своем личном опыте, вот, как раз вы можете их сейчас видеть, две как минимум сегодня на матче. И это только среди фанатов. Вот, очень на своем личном опыте расскажу, что большинство девушек заболело футболом именно после чемпионата Европы. Удар поворотом! Ох, я тут пока рассказываю и... Продолжается атака, и это попытка уже удара. С левой ноги. Ударов много, кстати говоря, но вот с чем-то справляется голкипер, что-то вот летит выше, что-то мимо. Пока, к сожалению, к результативным действиям это не привело, но намеки, согласись, Антон, со мной есть. Вот. Таким и было опасно пробил. Хотелось бы сказать, что вот надвигающиеся Евро-2012 очень хотелось бы, чтобы выступление сборной нашей страны на этом Евро-турнире, который, напомню, пройдет на Украине и в Польше, вызвало только позитивные эмоции и придало нашему футболу очередной какой-то виток развития и обязательно, чтобы девушки как можно больше, то есть, читали, опять же, в новостях, в интернете, в социальных сетях, где угодно, видели на улицах людей с флагами и машины. Очень хотелось бы, чтобы грядущим летом, ближе к концу группового этапа и к июлю наши болельщики собирались в центре города и праздновали победы нашей сборной. Тем временем, вторая замена у Волги, и это еще Арслан Эдемиров, о котором мы говорили тоже, как же столько же, сколько я, Дима Беловя. Сергей Хомутова, нашего капитана, он поменял. Тот отдал капитанскую повязку Ивану Резвиху, именно на старше все время, но если самого его не поменяют, но пока что Иван действует удачно. Он будет капитаном нашей команды. Вот Эдемиров сразу подает туда-вперед, но не добрался никто из наших игроков до мяча. Рошин тут на подхвате. Назад на Дмитрия Чернухина. Тут тоже, как и Иван Рези, оба крайних наших защитника сегодня очень часто подключаются к атакам. Но сейчас это довольно понятное дело, да, надо отыгрываться 20 минут до конца. Эдемиров вот теперь уже аут вбрасывает. Пшеничник с мячом. Половина тайма осталась у нас всего лишь, осталось у футбольного клуба «Волга», чтобы отыграться в матче с гостями из Вологды. Еще одна подача, еще один заброс, и... Ух ты! Там, по-моему, даже Дмитрий Белов, да, не добрался, по-моему, до мяча, там, по-моему, отскок такой неприятный, не знаю, кочку какую-то, видимо, мяч нашел, и... Снова, кстати, галки придают. По-моему, не очень удачное действие, но все-таки сумел перевести мяч на угловой. Мяч забил, номер 66, стадион, химик! Нет, ну а как иначе, если удар поворотом... Что-то не знаю, мне что-то в голову пришло. Дьявольский, я так понимаю. Практически. Практически, да. Заброс еще один, ну... Притом, что знают наши футболисты наверняка, что защита у Волга-Дросла, тем не менее, продолжают раз за разом вверхом навешивать мяч в Трафнуле. Таких хотелось бы, может быть, ну, такой субъективный мой взгляд, скорее, больше положить мяч на землю и разыгрывать мяч низом, тем более, что есть кому сыграть, и Орлашин, и Антоников, и вот Айдемиров на замену вышел. Всефутболисты техничные, любящие, умеющие обращаться с мячом, отдавать точные пасы, развязающие, либо какие-то еще другие. Вот Антоников снова рвется вперед, но пас не точно не отдает. Айдемир Сталов Савенков, наш президент, новый, старый, на ваших экранах. Придент футбольного клуба. Только что, фактически, мы с тобой, Антон, посмотрели на... Ну и все наши зрители посмотрели на будущее футбольного клуба Волга, на то, как наш клуб будет развиваться. Очень бы хотелось, чтобы этот человек привел наш клуб к самым большим достижениям, хотя бы в рамках российского футбола. Вот так вот, да, то есть уже хотя бы в рамках, там, премьер-лиги, да, уже... Ну, просто я не беру заслуги, да, советские времена, когда Волга выступала и высшей лиге чемпионата Советского Союза. Вот, но все-таки хочется, чтобы и в российские, в России мы уже здесь что-то добились. Хочу с живыми глазами, с собственными глазами посмотреть, не в записи, а именно вот живьем посмотреть на победы любимой команды. Да, хотелось бы победу и сегодня увидеть. Но пока что, пока что не получается у наших футболистов даже один мяч забить. Но время есть, время есть еще все-таки. 18 минут только основного времени. За это время можно... За это время может чемпионат мира выиграться? Да. Более того, куда меньше времени выигрывалось. Выигрывалось. Дига чемпионов и много чего другого. Может быть, посмотрим, кем еще может Виктор Демидов усилить сегодня игру. Ну, как мы уже отмечали, двое молодых нападающих еще у нас есть в запасе. Это Александр Ильцин и Александр Белевский. Ну, защиту выпускать, я думаю, сейчас абсолютно ищем у. Да, полузащитник, а эти полузащитники в полузащитников у нас есть. Максим Киселев есть молодой. Да. Но, я думаю, что не знаю, не знаю, не знаю, на самом деле. Илья Андрей Черниговский, тоже довольно часто появляющийся на поле игрок нашей команды. Поправлю тебя, Антон, Андрей Черниговский покинул команду. Да, 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 совсем недавно. Сейчас находится... Не надо, если я там смотрю. Сейчас находится, если я не ошибаюсь, на свободном трансфере. Во всяком случае, не было информации, чтобы он перешел в какой-либо из клубов. Друзья, трансляции наших матчей вы можете найти не только на телеканале «Тверь сегодня» в записи или в прямую. Вы можете найти их в интернете. Подписывайтесь на наш канал, на популярной, популярной видеосети YouTube. Ищите «Тверь Today», подписывайтесь и смотрите в любое удобное для вас время все трансляции футбольного клуба «Волга». Иван Резих вот снова тут подключается к атаке. На своем правом фланге здесь разрывает очень такой резкий игрок. Движений очень много. В сторону, в сторону, снова куда-то через центр. Вот, вас внизу. Арлашин! Пытается найти более выгодную позицию, пришлось, вроде, обратно на Чернухина. Удаааа! Ух ты! Какой выстрел в самый угол. Вот Чернухина пробить наконец-то решился. До этого он все навешивал и навешивал, а вот теперь пробил. Да и пробил-то как, а? И голкипер сыграл классно, вот впервые. Вот это был сейв, да, вот это был действительно сейв. Опа, руки не было? И мне показалось, и болельщикам показалось. Ну, согласно, нашего футболиста вроде бы даже не спорили. Да, ну, значит, не было. Даже не просили там. И даже надавить на арбитра. Пятый Рустинов на втором тайме практически без работы. Ну и, слава богу. Такие нелестные отзывы в адрес голкипера гостей раздаются с трибун. Ну, будем надеяться, что это не призыв к его какой-то там ориентации. Это скорее по форме. Ну, хотя... Так есть. Так и есть. Всю правду о нем знают только наши болельщики. А Пятый Рустинов получает зеленый. Волга-Волга. С нового силы заряжают наши болельщики. Семьдесят шестая минута. По-моему, коленом в живот попал наш футболист. Гравоман был. Владимир Рузойкин как раз на газоне. Антон, а не помнишь, как он играл у нас? Не помнишь, как Владимир Рузойкин играл за наш круг? Забивал мячи или как? Я, честно говоря, и не вспомню. Он играл, по-моему, два сезона назад за Волгу. Но... Да, помню Владимира, но... Как играл? Ну, по-моему, играл не так плохо. По крайней мере, уж точно. Тем более, что и наши болельщики кричат в его адрес. Значит, помню. Тем временем, Эрик Корчагин. Третий замена в составе Волги. Эрик Корчагин предкидает в поле. И вместо него Александр Елисейнов. Вот наш гранадер выходит. Самый высокий игрок в составе. 186 сантиметров. Эрик набегался, конечно. Эрик Корчагин набегался как следует. К сожалению, сегодня снова я, честно говоря, не вспомню ни одного удара. С его стороны. Или были они? Бил, да. В первом... Это, наверное, Корчагин, да? Да, да, да. Ты помнишь, как Антоник забрал мяч? А-а-а, точно. Корчагин, с каждым один бил. По воротам, но не попал. Будем надеяться, что Александр Елисейенко получится лучше. Молодой перспективный парень, Саша, поступает за наш клуб уже, если не ошибаюсь, второй сезон. Сейчас снова мяч попал в арбитр, уже второй раз в этом матче. И снова после этого запоминчен в владель наш футболист. Может, ему переодеться в нашу форму? Ну, поможет. Или нет? А ты уверен, что он примет пас, когда на него пойдет? Если он... Во всяком случае, он дважды уже попытался, мне кажется. О! Наши болельщики решили показать такой тверской стриптиз, что ли. Как это, я не знаю, назвать. Разделись по пояс. Я бы назвал это таким футбольным стриптизом. Фанаты часто раздеваются так. Причем, совершенно не важно, какая погода, и в минус 20 раздеваются. Да. Какой-то. Я помню такой самый явный. Это был 98-й год, 97-й даже год отбор на чемпионат мира 98-го года. И наши тогда играли таковые матчи с итальянцами, красным мячом. Вот. И тогда очень многие болели... Да, сейчас. Слежа шансов до ворот. Вот. И наши болельщики как раз на переполненных лужниках, там, порядка 85 тысяч еще ударов. Ну, это в Волгу. Я имею в виду в речку. Вот. 85 тысяч болельщиков. И была такая часть фанатов, часть болельщиков нашей сборной, которые разделись по пояс. Я тогда еще 10-летний парень, вот, фактически был очень удивлен подобным. Ну, мы еще и разделись. Снег лежит, холодным этим красным мячом играют. Романцев стоит чуть ли там не в пальто, а они разделись по поясу. Удивительно. Восемьдесятая минута. Еще совсем чуть-чуть пойдет последняя 10-ти минутка встречи. По-прежнему, по-прежнему Волга проигрывает 0-1. Елисейенко, вот, по-моему, впервые получает мяч, но он же его теряет, ну, там, разу двое. Прочитание, как его надежный стиль визит. Заброс вперед, но это сильно. Это сильно даже не требовался своей скоростью, не это огонь. Антон, а вот если бы ты сейчас был у бровки, что бы ты прямо вот сейчас спросил у Виктора Демидова? Вот 10 минут до конца. Команда проигрывает 1-0. Что бы ты ему сейчас спросил, потребовал? Как бы ты с ним пообщался? Вот первые слова его. Вот то, что в голову пришло, то и отвечай. Даже не знаю. Спросить, спрашивать уже, даже, что-то много поздно. Остается только призывать. Я бы, скорее, даже не Демидова что-то потребовал, а игрокам бы, скорее, крикнул. Давайте, парни, не знаю, что. Ну, так у тебя есть шанс, выгляни из окошка, крикни. Мы все-таки займемся, наверное, будем продолжать заниматься своим делом. Останемся у комментаторского пульта. Будем надеяться, что Виктор Демидов все-таки найдет нужные слова. Это все-таки его работа, можно так сказать. Посмотрим, посмотрим. Если все-таки наши футболисты забьют, то можно сказать, что все-таки нашел. Петр Усинов маленько на Джо Харта. Похоже, голкипер из сборной Англии и Манчестер-Сити. А я еще немножко инцидей брызгалом в «Спартаку». Вот это вспомнил. В нашу молодую российскую звезду уже очень бы хотелось верить в это. Ну, вот сейчас, может быть, контратака получится у наших игроков чернухи, но нет, мы немножко заводили. Смеченок уже и пас назад. Пришлось пасовать назад. Ну, и сейчас уже все вологодские футболисты прочисты на своей половине поля и уже отобрали мяч. Свою атаку затевает. Не теряли мы еще очки в третьем круге после зимнего перерыва на своем поле. Ну, сейчас остается 8 минут, чтобы исправить ситуацию сложившуюся. Лисеинок пошел вперед. Пас на Кабанова. Обратно! В стеночку обыгрались. Нет, немного сильно. Но даже то, что сильно там защитник не дал добраться Александру до мяча. Но вот здесь Орлашин так задел по... По-моему, это Лузойкин, да. Все-то уже Владимир Лузойкин по... По ногам. Немножко. Дорманул, я так сказать. Попал. Атака Волги по правому флангу. Алексей Антонников прорывается. Но нет. Невысокий Антонников и против мощного защитника. Защита сегодня у Вологды играет просто как надо. Все берет. Все штурмует. И все атаки отбивает. Пас на левый фланг. С мячом Чернухин. Кабанов. Снова на Чернухина пас. Орлашин. Орлашин включен. Чернухин. Подача. Еще один вопрос. Еще один. Ну не надо, не надо, мне кажется, вешать. Надо книзом пытаться. Вот такой вот. Полупрострел, полуподача. Но и он не прошел. Ни одного полевого футболиста Волги нету. На нашей половине. Вот сейчас защитник кто-то сместился. Орлашин. Снова против него сразу двое защитников. Знают, знают уже возможности Андрея. По этому матчу уже явно. Не заброс. Слишком высокий навес прилетает не только вратаря, но и ворота. Шесть минут. Шесть минут осталось у тверских футболистов, чтобы суметь каким-то образом отличиться и свести матч хотя бы к ничье. Первая, по-моему, замена, да? Да, Антон, я... Первая замена у Зологоцкого «Динамо». Василий Рожнов появится на поле вместо Ярослава Коновченко. Седьмого номера. Василию Рожнову, что интересно, вы не поверите, 40 лет. Это, наверное, один из главных ветеранов не только «Динамо», но и всей второй лиги, я не боюсь. Даже всего футбола, наверное, даже. Может быть, и всего российского футбола, да. 40 лет вышедшему на замену сейчас футболистам. Полузащитник команды. Девятый номер. Пять минут до конца штрафной пробьет футболисты «Волги». Торопятся разыграть. Вот видите, все туда вообще пошли. На своей половине поля остался только галкипер Петр Устинов. Подавать будет, насколько я увидел, Арслан Айдемиров. Правда, в штрафной нет никого, но сейчас обязательно туда все забегут. Поднимает руку. Это, видимо, какой-то знак. Нет, не дает подать. Все спеть сбил арбитр. Там, видимо, кто-то боролся, не поправил его в штрафной. Друг с другом. Ну ладно, вторая попытка. Подать нет. Опять. Вот теперь Виктор Айдемиров сбивает Арслана Айдемирова. Он сейчас, наверное... Алексей Антоников покидает поля на бегающийся, наевшийся сегодня Алексей. Бежит, бежит. Бровки ей. И Александр Белевский. 18 номеров. Еще один нападающий. Все четверо нападающих нашей команды уже сегодня. Александр, а как насчет забить первым касанием? Подача. Айдемирова. Подача. Удар. Гол. Гол. Это мяч в сетке. Мяч в сетке ворот Вологды. Вот так вот. И, по-моему, да, Александр Елисеенок это. Ну вот, Белевский первым касанием не забил, но Елисеенок буквально, не знаю, касанием пятым. Отправил. Отправил мяч в сетку. Сыграла, сыграла замена Виктора Демидова. Молодцы, молодцы. Ну, наконец-то. 1-1 отыгрались. Вот, смотрите, подача. И зрячий, зрячий удар нашего молодого футболиста в самый угол. Даже не прыгнул Антон Арсеньев. Точно в дальний угол попал Елисеенок. Владирует президент Волги. Понесла в сайт. Есть. Есть чему. Неплохо. Неплохо. Но хочется больше. Не менее. Больше. Хочется столько же, сколько и нам. Ну что же, сравняли все-таки наш футболисты счет. 1-1. 87-я минута. Ну что же, может быть, на победной волне и второй забить? И вырвать таки победу. Победу волевую у Вологодского Динамо. Приятный включается. Будем надеяться на это. Время, время есть. Пусть и немножко его совсем, но на победной волне сейчас могут, могут наши футболисты вырвать победу. Антон вот комментировал прошлый матч с Днепром здесь, да, на этом стадионе. И вот как раз в то же самое время забил тогда Алексей Антоников с пенальти. Он, правда, отличился. Вот сейчас тоже стандартное положение. И, кстати говоря, один из немногих пасов верхом прошел в штрафную. И наш нападающий... Да, все-таки добили своего нашего футболиста. Да, мы все-таки просили их пасовать низом штрафной. Вот подача высокая от Арсана Айдемирова. И головой Александр Елисеенок переправил мяч в сетку ворот гостей. 1-1. Что дает нам ничья 1-1? В принципе, особо ничего она нам не дает. Мы высоко не поднимемся, а вот Локомотив 2 из Москвы вполне пропустить вперед можем. Тем более, когда он выигрывает свой матч сейчас у футболиста Пскова. Получается, что если матч окончится вот так, если за три минуты Волга не забьет победный мяч, то тверичи опускаются на шестое место в турнирной таблице. Но в то же самое время, как мы с тобой можем видеть, текстильщик очень неожиданно проигрывает дома со счетом 0-2. Мурманскому Северу лидер зоны уступает одному из аутсайдеров турнира. И фактически мы приближаемся на одну очку к нему, но лидер, скорее всего, уже сменится, потому что в еще одном матче, о котором мы говорили в начале нашей трансляции, Петротрест в Петербурге принимает Смоленский Днепр и выигрывает со счетом 2-0. Там до конца осталось столько же времени, сколько у нас. Живем сандарту в исполнении Вологодского Динамо, но, слава богу, не добывался никуда этого мяча. Если сейчас так все и закончится, то на первое место в турнире в зоне Запад выйдет питерский Петротрест. Текстильщик опустится на вторую позицию, а Волга, как я уже сказал, потеряет одно место. Ну, ниже шестого, судя по таблице, мы уже опустимся вряд ли, а вот подняться вперед за счет лишнего матча вполне можем. Вот длинный такой бросок аута в штрафную. И наш футболист Волгаев. Вперед на Дмитрия Белова. Тут может побороться за счет своей скорости и убежать, но мне здесь четко с ним сыграли защитники. Левый фланг, ребята, левый фланг свободный стоит. В центру, конечно, уже сместился, но можно было отдать ему передачу. Орлашин там, будем их. Да, он бы со своей скоростью... Может быть, сейчас еще один заброс. Верху. Пока верхом уже не идут. Не идут, снова не идут. Один из двадцати прошел, гол. То, что штрафного. Не то, что штрафного в стандартном положении, да. Одна из последних. Вот сейчас можно. Орлашин. Нет, Андрей немножко завозился. Может быть, немного не поверил в свое счастье, что остался свободным, сместившись на правый фланг атаки Волги. И как-то не собрано сыграл, не пошел вперед. И в итоге защитники его очень уверенно и быстро накрыли. Пошло у нас уже дополнительное время матча. Три минуты добавляет главный арбитр встречи. Получается, что осталось у нас три минуты на то, чтобы вырвать победу в отчетной игре. Ближайший матч команды Волга проводят 15 мая, простите, на своем поле в этот турник. Она сыграет с командой с еще одним Динамо, на этот раз с Динамоцем Костромы. Одной из команд, которая замыкает турнирную таблицу, и уже там кровь будет... Ой, кровь, как я говорю, будет. Победа будет нужна, как кровь из нас. Это абсолютно точно. Вы призываем всех прийти на стадион, поддержать русскую Волгу? Обязательно, обязательно. Тем более дни достаточно теплые в городе. К 15-му числу обещают еще больше потепления. Пожалуйста, после работы, после учебы, колледжей, универов, школ. Приходите, приходите на футбол. Здесь интереснейшее зрелище. Можно, не знаю, все что угодно. Болеть, сидеть спокойно, смотреть. Вы знаете, моментами игра нашей Волги просто завораживает. Очень нравится особо ее, как я уже говорил, молодых футболистов Андрея Орлашина и, конечно же, ветеранов. Ну и голкипер Петр Устинов тоже. Особенно девушки на него приходите. Очень вам советую. По крайней мере, то, как сражается наша Волга, это достойно того, чтобы это лицезреть вживую. Полторы минуты, уже даже минус 40 дополнительное время не прошло. Потому что у меня время на одну атаку, как минимум, в Волге еще есть. Вот, между Петр Устиновым доходят и быстро-быстро он вводит мяч на Белевский. Это, по-моему, с мячом. Отошел назад, заброс туда-вперед. Вперед! Ну-ка! Нет. Нет. Не опередил внутри голову голкипера. Кто-то убирает мяч в руки. Не хватало еще контр-атак упустить на последней минуте. По левому флангу рвется 10-й номер гостей. Полисничаем где-то. И что, угловой зарабатывать? Нет? Нет. Ворот. Ворот показывает голкипер. Ой, я судье. Голкибр будет вводить мяч. Голкипер тоже показывает. Ну да. Что будет бить от ворот. Вот так. Это показывает сюда. Еще и такая тактическая замена у Волгодской динамы готовится. Это 11-й номер Антона Бородулина, нападающий. Чернухин руки развел в сторону. Успеет выйти. Говорит, кому давать. Показывает, кому давать пас. Но некому. Оффсайд. Ну, конечно, конечно. Видел я, видел ты, видел Виктор Дземидов. И, к счастью, видел боковой орбитер. И вот она замена. Вместо... А если желательно. Другому нападающему. К счастью, сегодня не отличившегося. Проходит 18-летний Антон Бородулин. Вот смотри, Антон, вот сейчас показывали как раз крупный план на нашем мониторе футболиста гостей. Вот смотри, какие у них мелкие номера. Честно говоря, вот если я переведу взгляд на поле, я их практически не вижу. На мониторе я их вижу, а на поле нет. Наверное, в плохой документ центр для нанесения обращались. Четвертая минута... Четвертая минута... А, ну все. Четвертая минута пошла уже. Замена и... Финальный слисток. Финальный слисток. Не удалось нашей команде вырвать победу волоска Динамо, но вырвали ничью. 1-1 закончилась встреча между Волгой, Твердой и Динамо. В Вологде, да, еще раз напомню, на 45-й, даже 46-й буквально минуте, первой добавленность к первому тайму, в образ девалки нашей команде забил Николай Шестаков. И на 87-й минуте счет сравнял лучшую, чем замену Александр Делесеев. Вот сейчас братания прошла с Владимиром Узойкиным, бывший футболист нашей команды, еще раз напомним. Друзья, приходите на стадион, смотрите телеканал Тверь сегодня. Сегодня с вами были комментаторы футбольных матчей на телеканале ТВС, Антон Пахиляк, Александр Гамбург. Не пропускайте ни одной нашей трансляции, обязательно скоро увидимся, услышимся. Любите футбол, так как любим его мы. Всем до встречи! Болейте за Волгу и приходите на Химик поддерживать нашу команду. Субтитры сделал DimaTorzok